добрый день друзья сегодня волнующий термин во всяком случае для нашего поколения но как выясняется он становится все более актуальным волнующим вызывающим и для поколения тех кто родился после распада ссср напоминаю что сегодняшний предмет обретения смысла это ссср союз советских социалистических республик эта тема безгранична и просто напомним сами себе что мы занимаемся нахождением корневых смысловых нагрузок на часто употребимых и базу ключевых опорных терминов в политическом словаре в общегражданском словаре зачастую и в словаре нашей обычной человеческой жизни но очень важно для этой самой жизни словари поэтому прошу внимание и старшего и среднего и младшего поколения на наш взгляд сегодняшний термин того стоит начинаем сергей георгиевич кормор за пожалуйста все мы вышли как исценили гоголя из ссср и еще несколько поколений будут выходить потому что инерция того что было создано в ссср и инерция проекта самого этого огромной конструкции она еще долго будет из поколения в поколение передаваться а поскольку мы живем на обломках ссср еще и чисто прагматический интерес есть у каждого поколения молодого в основном получше понять что это такое было потому что иначе вот из этих обломков ничего и построить не смогут ссср действительно такое понятие которое в котором время один век 20-ый век да он на самом деле настолько сконцентрировался что он примерно как все новое время запада в нем по мере развития ссср можно выделить ну так 7 по крайней мере а то и до десятка периодов очень разных и в эти периоды взаимодействовали и боролись пусть не видно так сказать под ковром мощные силы и можно сказать что должны в культуре которая сложилась в ссср эта культура пророждала совершенно разные типы скажем да сандра матросова там гагарина да и горбачева с ельцином это все продукты вот этой культуры нас настолько она была как говорят синкретическая сложная и внутренне противоречивая и в то же время с исключительно такими большими как говорят креативными возможности потенциалами я вот только что была презентация книги боя довольно большая вот краха ссср я вот думаю что именно вот этот крах он заст заставил вот в последние 20 лет нас задуматься об этом явлении и и смысле этого слов потому что это явление возникло так было создано как государство и как тип жизнеустройства как тип культуры и так далее так далее на огромном духовном подъеме который россия переживала вот ну скажу 19 век весь и начало 20 века и в поэзии в музыке и в живописи и в идеях философских революционных социальных прочее вот граммс и писал о о людях так вот конкретно он писал о рабочих русских рабочих семнадцатого года он говорит это такое уникальное была общность которая как будто вот выбрала в себя все идеи и все все страсти трудящихся всего мира за 300 лет вот это вот вот это вот сгусток понимаете этих самых идей разума страсти совести прочее такая концентрация она и определила вообще говоря и революцию создание ссср а дальше и такой ревок скажем в науке индустриализации ну который проявился во время великой отечественной войны я так сказал что кусочек один из этого смысла который сейчас для нас очень актуально вот на сейчас в россии стоит проблема нации строительства и народа строительства нового российского народа после того как советский народ был демонтирован разрушен в этой вот в катастрофе распался и страна значит распалась и расходится куски и и вот возникла проблема опять нацию строительства и какой-то интеграции все-таки от постсоветского пространства которое еще соединено многие очень многими связями вот тут очень важен сам сам замысел ссср его невозможно конечно просто повторить имитировать да в других условиях но сама вот сам подход сама методология от этого этого замысла очень важно вот во всей литературе западной даже по этнологии антропологии приходилось изучать везде опыт ссср представляется как один из исключительно важных уроков вообще для для человечества во всех вот во всех проблемах соединения народа соединение людей в народ и соединение разных народов в большую область в цивилизационную обществе вот то есть это считается достижением которое казалось невозможным потому что другие империи которые распались в это время даже австро-венгерская может небольшая попроще она она распалась и все необратимо здесь же самого начала самого проекта можно сказать проекта советского строя был сначала потом уже проекта ссср предполагалось именно это вот то есть вся вот территория территория российской империи ну за исключением финляндии и пользы потом еще и на какое-то время прибалтика она рассматривалась как единое целое как одна целостность и вот когда возле когда произошла февральская революция это целостность распалась потому что уже во всех регионах была своя бурзуазия народившаяся и она была сепаратисткой она хотела национального государства для развития капитализма идея сэр была в том чтобы дать всему населению совершенно другую формулу не не восстановить империю типа российской империи а создать всеобщую республику советов основанных на социальной справедливости и солидарности народов а для того чтобы нейтрализовать этнический национализм элит было решено сделать самоучредить республики национальные и вот этой этим этим способом удалось выйти из войны гражданской при том что все армии национальные на окраинах да в основном были социалистические но особенно вот украине сейчас петлюра социалист петлюра тут же альянс с социалистом пилсуцким так еще да грузинские социалисты тут же с немцами с турками с англичанами азербайджанские с англичанами из средней азии тоже вот считается что это достижение высшего класса вот найти такую формулу чтобы воссоздать мощное единое государство много национальное которое именно в этих условиях и могло быть жизнеспособным как только эти условия ликвидировали советское жизнеустройство но конечно распалась но но урок в целом я хочу сказать главное что урок вот такого вот конструирования жизнеустройства которое нейтрализует врагов и объединяет основную массу трудящих это очень очень важен для нас сейчас спасибо себе георгиевич даны лишь бы гусарян проводятся различные социологические опросы вот сравнить недавно был опрос проведен левада центром и вопрос устойчиво опросы этого рода фиксирует устойчиво следующее на вопрос какая модель считается оптимальной воспринимают россияне в качестве оптимальный подавляющее большинство российского населения отвечают это советская модель там номинируется модели западного устройства модель до революционной россии вообще не дает советской модели или в какой модели устройства каком государстве вы предпочтили жить и опять таки более половины российского населения устойчиво отвечает что это советская модель поэтому с этим надо разобраться, откуда такие симпатии, значит, и что это такое за модель СССР. Большинство стран, которые имеют длительную историю, исторически выступали под разными наименованиями. Достаточно вспомнить, сослаться хотя бы на опыт Китая, десятки наименований, под которыми Китай исторически выступал. Разные исторические воплощения имела и Россия. Это и Российская империя, это и Московское царство. Это и СССР. Это важно подчеркнуть, потому что сложилось в историографии совсем другой подход на менее 90-х годов, на менее вычеркнуть советский период из истории России. Даже в Конституции Российской Федерации 1993 года прописаны слова «возрождая суверенную российскую государственность», подспудно имея в виду, что советский период это был не период суверенной российской государственности, другое дело, что модели, исторические эти воплощения, модели государственности могут быть успешными и неуспешными, могут ввести к повышению жизнеспособности страны, могут ввести к понижению. Как оценить с этой точки зрения период существования СССР? Действительно, такой анализ в Центре проблемного анализа государственного управленческого проектирования был проведен. Сравнивались статистические показатели на разных периодах истории России и разных ее моделей с общим мировым уровнем, во-первых, из позиции когорта лидирующих государств. Что получилось в итоге? Почти по всем параметрам максимум, исторический максимум в истории России был достигнут именно на периоде СССР. Если статистически судить, то самая успешная модель из всех исторических воплощений модели России была советская. Причем это не только по военному потенциалу, как иногда пытаются показать, и не только по экономическому валу, но и по показателям развития образования, по показателям развития культуры, по показателям развития здравоохранения. Сейчас в либеральной историографии очень не любят вспоминать, но именно к концу сталинских лет были достигнуты впервые по продолжительности жизни Советский Союз вышел на уровень показателей Европы. Конечно, поэтому был определенный разрыв в советский период с традициями православия. Конечно, этот разрыв носил трагический характер. Но новая идеология, которую предложил Советский Союз, она выстраивалась в принципе на тех же ценностных основаниях, на котором выстраивалось и православное учение. Да и церковь, которая в доэволюционный период утратила в значительной степени эгалитарный пафос христианского учения, тоже в немалой степени способствовала таким антагонизменным отношениям. И эти противоречия не носили, поскольку матрица ценностная одна, не носили принципиальный все-таки характер и возможно были и разрешить, возможно были и к разрешению. К тому же, важно подчеркнуть, что под риской Советского Союза, если мы посмотрим из СССР, опять-таки в либеральной историографии сложилась такая модель, единая линия советская. В действительности воплощались разные идеологические модели. Одно дело модель 20-х годов, модель космополитическая. Другое дело состоится с 2004 года, происходит определенная инверсия, условно как сталинская инверсия. Эта модель уже была более близка к старой жимной. И не случайно, как реакция на эту модель Троцкий писал о поеданной эволюции. Хрущев, опять-таки новый поворот, и поворот опять-таки в космополитическую сторону, и не случайно там те же представители 4-го интернационала говорили о троцкизме Хрущева. Значит, Брежневская модель, это модель частичного компромисса между двумя этими полюсами. Был еще некий замысел Андропова, о котором сейчас в сослагательном наклонении Троцкий рассуждает. Был, наконец, период Горбачева, когда первоначально переход от коммунистической идеологии к виске социал-демократии и далее к новому космополитизму, к демонтажу СССР. Поэтому, поменьше мере, в истории СССР мы выделяем две линии. Одна линия почвенная, другая линия космополитическая. Бердяев еще, когда не закончилась Вторая мировая война, заявил следующее. Оно так эпатировало эту мысль, Бердяевская западная общественность, что на Западе очень плохо понимают, что Третий интернационал, это не интернационал в собственном смысле слова, это воплощенная Москва Третя им. Но если СССР была воплощением одним из историческим воплощений России, и значит выстраивалась на той же ценностной матрице, которую всегда исторически Россия воспроизводила, что тогда возникает вопрос Российской Федерации? Поскольку очевидно, что ценностная матрица иная. В Российской Федерации, если мы посмотрим, выстраивается в значительной степени от противного по отношению к советскому проекту. Противоположные ориентиры. Вместо коллективизма индивидуализм. Вместо духовных ценностей культ потребления. Вместо социальной справедливости конкуренция права сильного. Такой же режим был и в феврале 1917 года. Если мы говорим, что были модели исторического воплощения России, то были модели анти-России. Другая сторона. СССР это не только воплощенная Россия, но это еще особое послание миру. Особый мировой проект. Послание, оно может иметь разные формы. Может в виде слова, но может в виде и даже государственного устройства. Это был именно мировой планетарный проект, причем исторически единственный мировой планетарный проект, который представил альтернативу западному проекту. Выдвигали и другие цивилизации, и другие государства, идеологические проекты, но они имели, как правило, региональный характер, и до уровня планетарного такого противостояния планетарные альтернативы не доходили. И важно тут тоже подчеркнуть, что идеологии доэволюционной России, они все-таки были интровертные. Концепт «Святая Русь» — это все-таки духовная автаркия, сохранить святость, удержать позиции. СССР — это уже модель экстравертной идеологии. От позиции удержания рубежей советский проект, Советский Союз переходил к идеиному наступлению. В этом плане я процитирую, ведь четко было прописано. Конституция СССР 1924 года. Первая статья была взята из Декларации об образовании СССР. В этом плане очень интересно сравнить с содержанием Конституции Российской Федерации 1993 года или с Декларацией об образовании о суверенитете Российской Федерации. Цитирую. Цели четко были определены, и замысел четко определен. Со временем образования Советских Республик государства мира раскололись на два лагеря. Лагер капитализма и лагер социализма. Так, в лагере капитализма национальное враждение равенства, колониальное рабство и шовинизм, национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны. Здесь в лагере социализма взаимное доверие и мир, национальное свобода и равенство, минерное сожительство и братское сотрудничество народов. Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры пролетариата, спасивший вокруг себя большинство населения, оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнет, создать обстановку взаимного доверия и заложить основу братского сотрудничества. И далее. Само строение советской власти, интернациональной по своей классовой природе, толкает трудящиеся массы советских республик на путь объединения в одну социалистическую семью. Доступ в союз открут всем социалистическим советским республик, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем. Новое союзное государство явится достойным уменьшением, заложенным еще в октябре 1917 года, основ мирного сожительства и братского сотрудничества народов, что оно послужит верным оплотом против метрового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся все стран в мировую социалистическую советскую республику. Четко произнесен целевой ориентир. Мировая социалистическая советская республика, проект в мировом плане, противоположный западному проекту. И безусловно, советский проект повлиял на весь мир. Западные социальные пакеты, о котором сейчас много говорят, развитие концепта социального государства на Западе, в том числе отмена расовых законов на Западе, это все было не без влияния советского проекта, не без влияния советской альтернативы. Смотрите, иначе будет как в России, необходимо делиться. Капитал западный пошел на компромисс под влиянием наличия этой советской альтернативы. Еще очень интересные цифры были получены в расчете, в котором был проведен Центр проблем на государственное управленческое проектирование. Мы рассчитали разрыв в доходах 10% самых богатых стран и 10% самых бедных стран, разрыв в средних доходах на душу населения. Получилась следующая картина, что начиная с 16 века этот разрыв, то есть с моделью утверждения капитализма, этот разрыв неуклонно возрастал. Он возрастал постоянно, в 19-м, начале 20-го века он усилился, и был только единственный период за всю историю мира, когда этот разрыв не увеличился, а сокращался. Это период существования Советского Союза, когда была выдвинута эта советская альтернатива. Как только Советский Союз рухнул, этот разрыв пошел вновь увеличиваться. Это говорит о чем? Существует определенная потребность не только у россиян, не только у жителей нашей страны, но и потребность у мира на выдвижение новой альтернативы, нового СССР. Запрос на Советский Союз может быть под другим вывеском, может под другим названием, но именно как альтернативного проекта он существует, и он достаточно очевидно ощущается. Спасибо, Владимир Николаевич. Викцин. Я думаю, что по отношению к Советскому Союзу и по отношению к теперешней действительности, вот использование слова, и очень часто употребляют обломки, наверное, не совсем может быть корректно. Дело в том, что современная Россия живет не на обломках Советского Союза. Это скорее до сих пор и, наверное, очень долгие годы некая внутренняя сущность своеобразная, такая, наверное, какая-то трансформация генной сути вообще всего, что происходит в нашей стране. И в добавлении к тому, что вот мои коллеги сейчас говорили, я хотел бы обратить внимание на еще одно слово, которое очень часто используют теперь, говоря о прошлом. Говорят с экранов телевизоров, в интернете, в публикациях, многих и так далее. Это некая мифология Советского Союза. Советский Союз — это миф, и все, что вот вы придумали, все, что вот сейчас вы говорите в Советском Союзе, это некая новая мифология. Думаю, что это, во-первых, не так, и, во-вторых, это абсолютно извращенное представление о том, что такой миф как таковой. Естественно, что Советский Союз или этот вот аббревиатура СССР, Союз Советсоциалистических Республик, никоим образом нельзя рассматривать только лишь как определенное географическое пространство в границах определенной страны. Он давно уже вышел за пределы вот этого такого примитивно понимаемого образа, как какого-то государства, как какого-то географического пространства, и не даром в одной из популярных песен того времени пелось «Мой дом, мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз». То есть это не было привязкой даже к чему-то совершенно конкретному. И вот это вот некое мифологема, такая вот в современном, что ли, прочтении этого слова, она действительно присутствовала, и это, мне кажется, очень существенно. И дело в том, что миф — это совсем не то, как представляли это удивительное совершенно явление традиционно в XVIII-XIX веке в Европе, когда говорилось, что это историческое некое предание с мощным таким религиозным окрасом этого дела. Что такое мифология? Что такое мифология в социальной жизни, политической жизни, самое главное — в сознании народа? Об этом очень четко говорили наши выдающиеся философы, а не только наши. Это наш Лосев, это Илья Толстой, Ольга Фриденбург. И они говорили, что миф — есть непосредственное вещественное совпадение общей идеи и чувственного образа. Это нераздельность идеального и вещественного. Вот нераздельность идеального и вещественного — вот это вот некая такая символическая структура сознания людей из Советского Союза, его руководителей. И, кстати, осознание его, наверное, и теми, кто не любил и ненавидел Советский Союз, это очень существенное. И здесь можно, наверное, еще напомнить о том, что начиная с Кисерер или с Юнга в традиции под мифом понимается некая автономная символическая форма культуры, которая каким-то образом активизирует, именно делает объективным то, что было в идее. Это объективизация идеального. И вот это вот странное сочетание вроде бы отвлеченной идеи коммунистической, социалистической и достаточно земного абсолютно, приземленного, достаточно тяжелого быта, мне кажется, это одно из самых существенных из того, что было в Советском Союзе. СССР вообще символичен, просто символичен. Он для нас, это был оплот мира и демократии. Для нас и для кого-то, для СССР и для огромного социалистического лагеря этой поры. Для тех, кто не любил этот лагерь, это для Соединенных Штатов в первую очередь, это империя зла. И то, и другое символы, но они абсолютно различны по смыслу, по содержанию, по своей там структуре, по какой-то. И недаром гербом Советского Союза была не хищная птица, которая помещается чаще всего там в гербах зарубежных государств. Это был озаренный солнцем весь земной шар, окруженный колосьями хлеба насущного, пшеничным таким венком. И сверху еще, к тому же, увенчанный символом, опять же, символом труда. Это символом, создающего все блага земные, серпом и символом, создающего все наше вещество, материальную среду, молотом. Это удивительная символизация в гимне, которая реально существовала. И ведь если мы вспомним, что же все-таки был Советский Союз с позиции вот этого соединения, мифологического соединения идеологии и реальной жизни, то мы увидим столько проявлений этого дела, которое действительно в мире до сих пор не было. И я не думаю, что когда-нибудь снова это все произойдет. Я уже не говорю о великом искусстве этого времени. Это одно из самых, наверное, таких устойчивых, может быть, определений, кроме валового продукта, места в мире и так далее, вот таких проявлений величия страны как таковой. Я уже не говорю о песнях, которые пела вся страна. Это композиторы, которые сейчас во всем мире считаются вообще непревзойденными по этому делу. Вообще в мире не было песен и стихии такой, как в России. Ни одна страна не пела сама так, как пела страна. Это было великое кино, которое сейчас, конечно, никогда не было бы снято и никогда не было востребовано. Не могу представить, чтобы сейчас хоть рубль собрал бы там, да, кинозал, в котором вот зеркало Тарковского показывали. Это были величайшие достижения в науке. Это вот все время вот это вот великое, 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 великое. Да, это гигантские стройки, которых тоже не было нигде в мире. И вот этот вот образ великого, 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 он был очень существенен. И он одновременно вот это вот достаточно скудное, может быть, существование каждого человека делал чем-то несколько иным, чем это скудное существование. Он выводил его на несколько другой уровень мифологического такого сознания. Но оно реально существовало. И ведь смотрите-ка, вот то, что сам Советский Союз появился как таковой, это чудо, ведь в царской России, вот той, которой она была перед 17-м годом, могла породить что угодно. Вот там, я не знаю, там любого, там, коммункула, монстра, я не знаю, Франкштейна или там кого угодно она могла породить, кроме только той страны, которой получил Советский Союз. Вот это чудо, которое до сих пор, оно, наверное, вот как-то даже неосознанно в своей вот уникальности и неповторимости. Это чудо экономическое. Страна стала одной из самых крупных экономических держав мира. Чудо социальное. Вы представляете, это была единственная страна, где не было безработных. Это чудо национально-этнического согласия. Это чудо идеологическое. Это чудо антропологическое. Действительно новый человек появился, и советских людей отличали не потому, что они появлялись там в достаточно затрапезном виде где-то, а просто по их менталитету, потому что они делали. Но самый главный урок, мне кажется, который тоже не очень осознан до сих пор. СССР показал, что можно выломиться, вывалиться, уйти от общего тренда мирового развития. Что можно представить себе такую ситуацию, когда вот то, что не показано ни историческим развитием, ни обычной эволюцией, ни тем, что происходит в мире, можно стать совершенно другими. И при этом можно стать лучшими другими. И вот сейчас, когда мы, может быть, в будущем, или скоро начнем размышлять о том, какие же сценарии будущего нам светят, или что можно предложить, и какие, казалось бы, химерические идеи здесь, кажущие сейчас, могут быть реализованы, мы должны помнить о том, что опыт выламывания из общего исторического развития, он был. И этот опыт был далеко не худшим. Спасибо. Спасибо, Владимир Николаевич. Дальше, как всегда, хочется найти формулу для нашего будущего смыслового словаря. В данном случае их две. Простая формальная, а именно СССР, Союз Советских Социалистических Республик, это государство, существовавшее с начала 20-х годов, 20-го века по 1991 год. Правильно? Правильно. Что сказано? Да ничего не сказано практически. Есть смысл? Нету смысла. Вот его надо искать. И для этого смысла, спустя 22 года после распада страны, время большое, мне кажется, уже очень много в голове переосмыслено. Не только у поколения родившегося и жившего, сформировавшегося в годы СССР, но и, что удивительно, у поколения никогда не жившего в СССР. Ему уже, родившемуся в 1991 году, 21-22 года, это уже взрослые люди, порождающие следующее поколение. И мы наблюдаем, в частности, в преподавательской практике, в жизненном опыте, что у этих людей невесть откуда и почему возникает глубинное понимание, притяжение, интерес к СССР. Мне иногда даже кажется, что это какой-то такой социальный иммунитет русского, российского народа, который отторгает чуму, наступившую после СССР в нашей стране, который на генетическом уровне апеллирует к самым животворным схемам, смыслам, конструкциям, социальным, конечно, общежитиям в исторической России. Итак, моя формула для дальнейших рассуждений такова. СССР – это великий исторический эксперимент, смоделировавший общество и государство будущего. СССР невероятно оболган, как, впрочем, и герои, и лидеры этих времен, прежде всего Сталин. СССР распался в условиях жесточайшей войны на уничтожение, называется она «Холодная». Но эта война еще и идеологическая. И вы знаете, она не только связана с интересами групп, меньшинства, собственников, богатых людей, взорпаторов, эгоистов, либералов, фашистов, расистов, меньшинства. И большинства людей труда, людей обычных претензий к жизни, спокойствия, уверенность в будущем, в семье, в детях и так далее. Не только этот конфликт. Он продолжается, породил эту идеологическую и реальную войну с СССР. Но и более глубокая причина. Прошлое и настоящее всегда сопротивляются будущему. Это закон развития. Консервативная база всегда есть и существует. Инновация, модернизация, будущие проявления в сегодня, они всегда конфликтуют. Поэтому по моей формуле СССР, как модель общества и государства будущего, неизбежно должен был быть в конфликте с прошлым и настоящим. Но этот эксперимент, этот конфликт, вовсе еще не исчерпан и не завершен. Страна формально была второй и по многим позициям первой в мире. Сравните с нынешней Россией. Страна с численностью населения, 250 миллионов человек, сегодня была бы населена около 300 миллионов человек. Сравните с современной, вымирающей Россией. Это страна победитель фашизма, это страна создатель мировой науки, освоившая космос, океан, сверхглубокую скважину. Недавно был фильм, как ее раздербанили, сдали на металлолом и разрушили все наземные постройки и так далее. Но сегодня она нужна. Станкостроение, машиностроение, приборостроение, математика выдающаяся. Коллеги много об этом говорили. Культура, литература. Это, конечно, был взлет. По нашим научным фундаментальным критериям и показателям, которые характеризуют жизнеспособность или геополитическую мощь, или вершины развитости государства, историческая вершина была в 1985 году, до прихода команды самого, наверное, выдающегося в истории человечества предателя, Горбачева и его группировки. Конечно, были и идея, и идеология, как корень этого великого эксперимента. Но вот дальше начинается союз «но». Идея и идеология, направленные на идеал человека и общества, были, но с религиями, которые несли те же идеи, идеального человека, его целеполагания в развитии, с ним было, осуществлялось государственное богоборчество. Трагедии ошибок, преступлений тоже было много, и на них акцентируют внимание, гипертрофируют, репрессии, сталинизм, высылки целых народов. Но либерально-космополитические реформы прошедшего 20-летия привели к уровню физических, человеческих жертв величиной около 28 миллионов человек. Это без большой войны. Куда там Советскому Союзу в этих своих ошибках, трагедиях и преступлениях по сравнению с тем, что делалось и делается сегодня? Была ли демократия, были ли передовые политические инструменты в обществе государства? Да, были. Были собрания трудящихся избирателей, членов КПСС на всех уровнях и часто. Была ротация кадров, были выборы правящих фигур. Но произошло кадровое вырождение, но произошла концентрация удивительно негодных качеств руководителей, которые в конце концов и ослабили эту модель, этот эксперимент. С 50-х годов модель стала эрозировать, возникли стиляги, в кадром рекрутинге возникло понятие номенклатуры. В этом пространстве страна прошла от партмаксимума, который законодательно устанавливал потолок доходов партийных руководителей, государственных руководителей, дошла до доходов коррупционных, которые стали немеренными. Я уж не говорю о том, что происходит на сегодня. С этими отклонениями, с этими проблемами, как в любом эксперименте, страна могла бы справиться, и в начале 90-х мы видели удивительный взлет творчества масс. Этот шанс был. Но вот предательство Горбачевская, его команды, и последовавшая еще более тяжелая на уровне государственной измены, предательство правящей элиты, элементы которого не искоренены до сих пор, они этот шанс свели к минимальному. Ну и если СССР это в моем представлении великий исторический эксперимент, то я как экспериментатор, у меня 24 изобретения, множество экспериментальных установок за спиной, множество реальных экспериментов. Я знаю, что такое эксперимент не как слово, не как абстракцию, а как реальность. Я этот эксперимент оцениваю следующим образом. Первое. Эксперимент временно остановлен по определенным причинам. Второе. Он успешен, так как показал успешность, мощность и возможность модели общества и государства справедливости и идеала общества и государства будущего. Третье. Эксперимент выявил опасности, слабости, угрозы этой экспериментальной модели, требующие реагирования и требующие корректив. Ну и последнее, как вывод из рассуждений. СССР, как модель общества и государства будущего, в своем ценностно-идеальном ядре вернется и в этом значении смысл прожитого нашим отечеством, нами и нашими отцами, дедами, периода под названием СССР. И благодаря вас за внимание, объявляю от нашего общего имени следующий термин на следующую встречу. Это будет национальная идея. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok